Телега, которую я расскажу тебе сегодня, не станет для тебя великим открытием. Эту тему обсосали уже все, кому не лень, начиная с фильма «Дух времени» и «Мистера Фримена», заканчивая «Ванамасом». Но тем не менее, люди спрашивают меня об этом, так что внесу я, пожалуй, в эту тему и свои пять копеек. Короче говоря, деньги не существуют. Ни у кого из нас на самом деле нету никаких денег. Но для начала, чтобы врубиться в этот тезис, я предлагаю вернуться на 10 тысяч лет назад, ко временам, когда экономика в человеческом обществе строилась на натуральном обмене. Происходило это так. Вот у тебя есть две курицы, а у твоего соседа есть мешок яблок. И ты идешь к соседу, отдаешь ему две курицы, а он тебе отдает мешок яблок. Я, конечно, не знаю, стоил ли в те времена мешок яблок двух куриц. Но для понимания того, о чем я хочу рассказать, этот момент не является чем-то существенным. В примере с курицами и яблоками все предельно понятно. Люди просто поменяли один материальный ресурс на другой. Но потом людям стало неудобно торговать через натуральный обмен. Поэтому избыток своих ресурсов люди обменяли на кусочки драгоценных металлов. То есть придумали деньги. Сначала деньги были в виде монеток. И вот свой избыток ресурсов люди трансформировали в монетки. И вот уже здесь у меня появляется какая-то внутренняя проблема. Я не могу понять, с какого хрена серебро и золото, которое особо-то не очень нужно само по себе, стало эквивалентом добытых людьми ресурсов. Как мы вообще определяем, что грамм золота равноценен одной курице? Может, конечно, и неравноценен, но неважно. Как мы определяем эту стоимость? И вообще, зачем нам золото? Ну, понятное дело, что оно тоже применяется в кое-каких сферах деятельности. Например, в стоматологии. Но зачем оно было нужно древнему человеку, который только вчера еще занимался натуральным обменом? Разумеется, золото всегда было нужно в первую очередь для понтов. Но разве понты это такая необходимая для выживания нашего вида вещь? Что-то мне кажется, что нет. И вот даже на этом уровне, как мне кажется, произошла какая-то аномалия. И мир пошел по очень странному пути развития. Потом мы положили золото в банки, а банки напечатали бумажки, которые в свою очередь стали значить, что владелец этой бумажки имеет какую-то часть золота, а золото лежит в банке. И теперь уже совсем стало непонятно, почему количество нахрен ненужного золота, которое лежит хрен знает где, и даже непонятно, есть ли оно там вообще, на самом деле стало являться эквивалентом имеющихся у нас ресурсов. Но это еще ладно, потому что потом хитрожопые жидомасоны при содействии рептилоидов с планеты Нибиру сделали так, что деньги перестали быть подтверждены золотым запасом. И вот теперь встает вполне логичный вопрос. А что же тогда обеспечивает ценность таких денег, если они не имеют совершенно никакой физической ценности? А ценность этих денег обеспечивает только то, что все мы между собой договорились, что эти деньги чего-то стоят. Вернее, это не мы договорились, об этом договорились наши правители. Именно по этой причине наше правительство так активно борется с финансовыми пирамидами или вот с биткоинами. А биткоины, кстати, имеют совсем уж трансцендентную природу. Их стоимость обеспечивается количеством потраченных на их выработку процессорных мощностей. А процессорные мощности зависят от потребляемой энергии. А энергию вырабатывают электростанции. И в итоге получается, что биткоин, в отличие, например, от доллара, мало того, что не имеет никакой физической ценности, так он еще и тратит ресурсы нашей планеты на его выработку. И в итоге его истинная ценность является отрицательной. Производя биткоины, мы ничего не производим физически. За счет этого ресурсов у нас становится только меньше и меньше. А у правительства так сильно горит от этого жопа, только потому, что они не в состоянии контролировать биткоины. Вот доллар они контролировать могут. Это хоть и такая же пустышка по своей природе, но зато это легитимная валюта, которая поддерживает абсолютно все. Как только Дональд Трамп скажет, что доллар это теперь нелегитимная валюта, его ценность сразу станет равна нулю. Но в случае с биткоином нельзя просто запретить им пользоваться. Это децентрализованная сеть. И чтобы запретить биткоины, тебе придется пересажать по тюрьмам всех майнеров и тех, кто пользуется битком. А сделать это не так-то просто. И что же следует из всего вышесказанного? Да, наверное, особо ничего. Ведь мы с тобой вряд ли когда-то сможем разрушить эту систему. Да еще и большой вопрос, а надо ли ее вообще разрушать. Может, конечно, и надо, но об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Что ж, спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Ставь лайк, пиши комментарии. И, скорее всего, я отвечу на твой комментарий, потому что я отвечаю абсолютно на все комментарии. Так что не стесняйся. Субтитры подогнал «Симон»